13-летний подросток попал в больницу с отресением мозга после турнира по смешанным единоборствам, которые в России называют боями без правил. Отец подростка считает, травму его сын получил из-за того, что судьи вовремя не остановили бой. Больничная койка вместо занятий в школе. Вот уже несколько дней в таком режиме живет сын Дмитрия Бабина. Резкое ухудшение самочувствия 13-летний подросток почувствовал несколько часов спустя после участия в турнире по смешанным единоборствам. Моего сына, то есть соперник, перевел в партер и начал наносить удары по голове. Поединок не остановили. Там одно спасение было действительно в этом бою, то есть остановить бой и поднять ребятишек, растащить по углам. Рефери никак не реагировал, я находился внизу ринга. На соревнованиях работали медики, вели осмотр до боев, принимали обращения после. Однако на головокружение и тошноту мальчик пожаловался на следующий день после турнира. Сейчас сын находится в больнице, то есть проводятся все необходимые обследования, диагностики, то есть диагноз ставят четкий, то есть повреждений по всему телу нет никаких. Чисто наносились удары в голову, находят одно, вот это сотрясение головного мозга. На выступление сына Дмитрий Бабин пришел с приятелем, который тоже считает, стал свидетелем добивания в голову. Что, кстати, запрещено правилами на детских и подростковых соревнованиях? Сын Дмитрия, он уже лежал на полу, а его соперник находился на нем. Ну да, то есть сын Дмитрия защищал, то есть голову. Соперник, соответственно, наносил удары. Ну мне единственное было непонятно, как-то диковато, что, ну да, может быть это и этот вид спорта, но ладно, это когда относится к взрослым. Но когда это касается детей, ну это не совсем как-то. На звонок редакции ОТС рефери Иван Коренев не ответил, зато поговорил с отцом мальчика. По какой причине вы не остановили бой? По какой причине я не остановил бой, а почему я не остановил бой? Потому что... Все было в правилах, а ничего критичного там не было. Удара в голову в партере там не было. В областной федерации ММА, которая и организовала турнир, отметили, что там работали несколько судей и тренеров. И разбой не остановили. Скорее всего, на то не было причин. Мы проведем собрание федерации, соберемся, тренера, судейская коллегия, вот и то видео, которое есть, если будут дополнительные видео, посмотрим дополнительные видео. Эту ситуацию мы разберем. Надо будет, соберем независимую коллегию судей, которые также посмотрят это видео и дадут оценку. Параллельно расследованием занялись и в Следственном комитете. А отец молодого бойца пока пытается получить страховку на лечение, доказывая, что травмы нанесли именно во время поединка. Николай Сальников, Алексей Зубила. Новости ОТС.